Расширенное заседание Министерства обороны по итогам проведенной в июле работы началось с выступления заместителя военного коменданта и представителя разведуправления ведомства. Исполняющий обязанности начальника управления боевой и морально-психологической подготовки подполковник Беслан Мужба доложил о выполнении всех мероприятий, включенных в план боевой подготовки и воспитательной работы. Было проведено два командирских занятия. 8 июля под руководством командиров воинских частей с командирами рот, их заместителями, командирами взводов. 9 июля под руководством командиров рот командирские занятия проводились с сержантским составом воинских частей. Также было проведено три сбора. 15-21 июля под руководством командира отдельного отряда специального значения с командирами взводов по снайперскому делу. Исполняющий обязанности командира 1-го отдельного мотострелкового батальона майор Робстан Ампар отчитался о проделанной в июле работе, отметив также случаи нарушения воинской дисциплины. Войнослужащие срочной службы обеспечены всеми видами довольствия. Территория воинской части еженедельно выкашивается, порядок поддерживается в батальоне на должном уровне. Состояние воинской дисциплины за истекший месяц показал, что командованием части зафиксированы следующие группы дисциплинарные проступки, совершенные военнослужащим, по которым принимались меры дисциплинарного воздействия. Самовольная отлучка, один военнослужащий. За указанный период дисциплинарно наказывали с арестом с содержанием в горизонте четверо военнослужащих срочной службы. Начальник учебного центра Министерства обороны майор Андрей Борциц доложил о безупречном проведении двух военных присяг с последующим распределением солдат по воинским частям и отдельным подразделениям. Грубых дисциплинарных нарушений не было. Успешно сдавшие экзамены зачислены в списке личного состава абитуренты, поступающие в высшие учебные заведения в количестве 58 человек. С 1 августа все курсанты прибыли и началась плановая подготовка согласно курсам молодого бойца на территорию Министерства обороны. 17 августа планируется принятие военной присяги курсантов, поступающих в высшие учебные заведения Российской Федерации. Начальник военного госпиталя Зураб Ачба отчитался о пациентах, прошедших лечение в июле. За истекший месяц в госпитале проходило стационарное лечение 93 военнослужащих. Из них военнослужащих Министерства обороны 54, Российской Федерации трое, семьи военнослужащих пятеро, СГБ 20, инвалиды войны трое, ССН трое, ГСО 1, ОМОН 4. На данный момент в госпитале проходит стационарное лечение 14 военнослужащих Министерства обороны и других учреждений трое. Министр обороны Мираб Кишмария дал приказ уделить особое внимание соблюдению правопорядка и воинской дисциплины. Первый заместитель министра Василий Лунев поставил личному составу задачи на август. Завершение отработки боевых документов по новым боевым задачам, проведение командно-штабных мобилизационных учений с 5-й стрелковой бригады и военным комиссариатом города Сухум и Сухумского района, проведение плановых мероприятий боевой подготовки, а именно полевого выхода разведподразделений, полевого выхода роты связи под руководством командира команды разведного центра и начальника связи. Расширенное заседание завершилось церемонией торжественного присвоения очередных воинских званий. Рядовой Дауд Ашба получил из рук министра обороны грамоту за образцовую службу и победу в турнире по боксу Кубок Государства Абхазия. Сапсат ги лахчура се за хьоу. Надежда Баревиковеца, Сракла Гуха, Абазе ТВ.